Наука подарила человечеству множество благ и во многом облегчила нашу жизнь. Благодаря многочисленным экспериментам были созданы различные препараты, излечивающие болезни, многочисленные устройства, а также колоссальные открытия во многих областях. Но иногда наука предстает перед нами в своем темном обличии и оборачивает все доброе в ней в нечто ужасное. Именно такой случай и произошел в городе Эвансбурге во вселенной Back for Blood, где обычный эксперимент обернулся настоящей катастрофой и превратил людей в жутких зомби. Поэтому сегодня нам снова придется погрузиться в нечто жуткое, дабы узнать все подробности и постараться выжить в этом аду. Но если вы надеялись найти здесь что-то светлое и прекрасное, то вы явно ошиблись дверью. Ведь вы попали на канал Стракфир, где мы разбираем самые жуткие воплощения зла из игровой вселенной. И здесь вы найдете лишь зло и страх. Обычные жители Эвансбурга даже и не подозревали о том, что буквально у них под носом произошла утечка опасного вируса под названием дьявольский червь. Этот вирус распространялся с ужасающей скоростью, и многие жители города начали превращаться в ужасных созданий, которые хотели лишь человеческой плоти. Но оставшиеся в живых не захотели просто стать их кормом и перестать сражаться. Поэтому уже через какое-то время появилось особое сопротивление людей, именуемое чистильщиками. Собрав остатки своей воли, они начали яростно сражаться против всех зомби, населявших этот город. Со временем сопротивление начало увеличиваться, и к нему примкнули многие, в том числе и наши сегодняшние герои Уокер, Холли, Эванжело и Хоффман. Вышедшие из форта Надежда, они не собирались просто сидеть сложа руки, пока город просто кипел в огне и криках людей, которых уже настигли зомби. Но проблема была в том, что вирус не стоял на месте, ведь чтобы пройти в очередное укрытие, придется столкнуться с особыми зараженными. Вместе с обычными зараженными начали появляться особые особи, которые гораздо сильнее простых зомби. Многие из них могли запросто разорвать нескольких человек одним точным ударом. Стингер всегда находится на отдалении, наблюдая за вами, ожидая подходящего момента, чтобы сковать вас особым сгустком, или же и вовсе просто наброситься на вас, пока вы ничего не подозреваете. Редч постарается разорвать вас и ваших друзей на куски, а также выблевать на вас свои же отложения, чтобы приманить как можно больше зомби, и у вас не осталось ни единого шанса. Толл Бой уже не нужно скрываться и выжидать какого-либо момента, ибо его мутировавшая рука способна сжать вас и переломать ваши кости на мелкие кусочки. Но иногда может появиться по-настоящему жуткая тварь, которой абсолютно плевать на любые выстрелы. Это огромное порождение вируса спокойно ломает все укрытия и не обращает никакого внимания даже на брошенные гранаты в ее сторону. С бешеным ревом Огар будет нестись на вашу группу, чтобы передавить вас в порошок. Если хоть один из вас совершит ошибку, то ему уже не спастись. Выжить в таком аду будет по-настоящему непросто. Только находя различное оружие, торгуя с различными выжившими и улучшая свои же навыки, у вас будет небольшой шанс. Но стоит приложить усилия всей команде, чтобы добраться до безопасных мест, которых осталось не так уж и много. И лучше никому не испытать того ужаса, что отчаянно переживают изо дня в день жители Эвансбурга. Сегодня мы узнали, что наука не всегда бывает на доброй стороне и что хватит лишь одной ошибки, чтобы все обернулось настоящим кошмаром. Ужасный вирус под названием Дьявольский червь на просторах нашего канала. И кто знает, будет ли когда-нибудь конец всему этому ужасу. Ужасный вирус под названием Ужасный вирус под названием